друзья еще раз привет вот показываю вам себя в облике прихожанки и хочу немножко рассказать вам историю этого храма храм этот называется в честь иконы божьей матери скоропослушницы и и вот интересно тоже история этой иконы когда-то в таллине вот говорю для местных жителей они знают это место сейчас там находится цветочный магазин канники а вот когда-то на этом месте было подворье пюхтицкого монастыря и это самая икона божьей матери скоропослушница она находилась вот в этом монастыре но потом в 59 году 1959 году храм этот был разрушен тогда по моему это правление хрущева было в общем храм был разрушен эта икона была сохранена митрополитом эстонским корнилием но теперь уже ныне почившим и вот он сохранил эту икону и затем когда здесь открылся храм он подарил храму эту икону и храм собственно и назван в честь этой иконы божьей матери скоропослушница и вот эта икона теперь является храмовой во внутрь храма я заходить не буду там съемки запрещены но могу немножко рассказать что там находится ну понятное дело что там находится алтарь иконостас выполненный санкт-петербурге на стенах иконы иконы кстати очень много тоже даренных икон и до сих пор храму дарят иконы люди меценаты стены там не расписаны в этом храме просто выкрашены в белый цвет находится также свечная лавка ну и потом при этом храме есть воскресная школа для детей начиная от 6 лет и до 15 они каждое воскресенье здесь учатся у них проходят занятия также их вывозят на паломнические туры по каким-то святым местам затем здесь проводятся лекции на богословские темы в общем вот таким образом происходит храмовая жизнь ну и конечно для людей православных этот храм тоже имеет очень большое значение находится он в этом таллиннском районе лас на мяя где в основном проживает русскоязычное население ну прямо скажем русские люди которые нуждаются в этом православном храме и в общем-то здесь на такие большие престольные праздники бывают настоящие столпотворение людей вот во время пасхи когда люди приходят сюда освещать куличики и яйца здесь просто организованы потоки людские таким образом что можно сравнить как раньше было мавзолей ленина стояла очередь один поток людей заходит в храм чтобы осветить а с другой стороны другой поток людей выходит чтоб эти потоки не смешивались между собой в толпу ну и затем вот тоже очень много людей бывает на крещение когда люди за водой приходят ну и понятное дело что в обычные дни не праздничные тоже сюда идут прихожане вот мы с мужем тоже считаем себя прихожанами этого храма хотя конечно ходим сюда редко но ходим даже точнее сказать не ходим а ездим потому что этот храм от нас находится все таки далековато есть церкви и поближе ну вот как-то строительство этого храма происходило на наших глазах можно сказать мы как-то в этом участвовали все видели как он возводился на наших глазах и и поэтому вот как-то мы так прикипели к этому храму вообще мне очень здесь нравится я когда приезжаю просто можно сказать отдыхая отдыхаю душой храм большой светлый дышится легко прямо вот выходишь потом из него как будто заново родился ну люди все русские все люди понятные все люди родные и свои и вот так вот приезжаем мы в этот храм ну вот пожалуй и вся наверное моя история которую я хотела рассказать вам про этот наш храм и показать вам его на этом я прощаюсь с вами друзья будьте здоровы подписывайтесь на канал оставайтесь со мной будет еще у нас о чем поговорить будут какие-то интересные темы так что до новых встреч друзья на канале и всем пока пока удачи